МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стиль, вкус, утонченность, профессионализм, интуиция. Я бы добавила хорошее чувство юмора. Все это о моей сегодняшней героине. И, в общем-то, это вовсе не преувеличение. Это «Казах Лайф Сян» с Баян Махсадхазе и ближайшие полчаса о жизни, о моде и о стиле. Динара Саджан – телеведущая, одна из первых, поверившая в казахстанских дизайнеров. Будучи фэшн-продюсером, она познакомила широкую общественность с такими брендами, как Аида Кауменова, Наиль Бойкучуков и Бибы Сара. Сегодня Динара – обладатель собственного бренда «Диэс», который выпускает женские и мужские спортивные костюмы, свитшоты, жилеты и многое другое. Основательница бренда проверяет качество продукции на себе и считает, что главное в одежде – это идея. А вот она прямиком из самолета бизнес-класса. Из «Нур-Султана». Да, из «Нур-Султана». Первое, что я хочу заметить, что если другие мои гости, большинство из них шли вот к этому для кого-то ремеслу, для кого-то искусству с детства, ты, на мой взгляд, стала дизайнером закономерно, последовательно, как ты сама и являешься, да, ты же у нас дева, у тебя все системно. Сначала ты была красивой девочкой, которая мечтала, грезила о телевидении, ты этого добилась, потом ты ушла, потом ты стала филансером, да, фэшн-продюсером. И вот после того, как ты спродюсировала многих наших дизайнеров, ты становишься сама дизайнером. Ну, я себя не считаю дизайнером, я себя считаю, наверное, я владелец бренда «Динара Саджа». Я пришла к этому 9 лет назад, когда впервые влюбилась в одежду «Мэйвен Казахстан» нашей подруги Айби Коуминовой. Я так же, как и ты, много лет работала на телевидении и, естественно, всегда нуждалась в красивом костюме, да, то есть я вела новости, мне нужны были, то есть классические костюмы у меня были все, то есть там серые, черные, розовые. Мне хотелось чего-то дизайнерского, я там шила в ателье, да, то есть где-то искала. И когда я познакомилась с Аидой, я решила, что, я влюбилась, во-первых, в эту одежду, я решила, что нужно это дело продвигать, да, то есть я впервые открыла в Астане шоурум казахстанского дизайнера. Я там делала абсолютно все, да, вплоть до того, что я и продавала, и продвигала, и выходила в эфир в этих костюмах, и сама носила, и принимала заказы. Я прям с гордостью говорила, это «Мэйвен Казахстан», это придумала казашка, да. Дизайнеры, с которыми я работаю постоянно, это три дизайнера, Аина Кауменова, Наиль Бойкучуков и Биби Сара. Очень много новых имен я открыла вот в своем шоуруме. Знаете, вот для молодых дизайнеров, я могу сказать, есть, наверное, такой один совет. Очень многие боятся становиться в торговый центр, да, высокая аренда. Но для того, чтобы ты смог познакомить людей с брендом, нужно становиться в самый крутой торговый центр, самой большой арендой, ну, куда ходят люди, да, то есть не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. Поэтому я постоянно рисковала, да, то есть и открывала новые имена, инвестировала в новых дизайнеров, потому что мне нравилось, мне нравилось находить талантливого человека, инвестировать в него. Поэтому я продвигаю, продвигаю, продвигаю. В 2017 году приняла решение, что я открою свой бренд. Почему, да, потому что очень много было имен, которые я открыла и с которыми я расставалась. Я помню, в один день я так сильно разозлилась, что я сказала, все, я открою свой бренд, и под этим брендом будут работать много молодых дизайнеров. Ну, допустим, Лагерфельд работал в доме Кристиан Диор, по-моему, сегодня я живу, или Шанель. Шанель, Шанель. Но, тем не менее, он Лагерфельд. И у него всегда была своя линия. И модные дома всегда приглашают каких-то топовых дизайнеров. Ты сейчас говоришь обратно, я не буду приглашать топовых, я не буду делать их. Потому что у нас... Они будут работать на меня. У нас этот рынок активно развивается в последние 15 лет. Прям очень активно, да. И сегодня модно быть дизайнером, да. И единственное, что все делают... То есть называют себя дизайнером, участвуют в поп-оп-шопе, да. Выставляют капсульную коллекцию. Я считаю, что если ты хочешь продаваться вот по всему Казахстану, да, и выезжать за границу, у тебя должно быть производство. Это первое. Во-вторых, ты должен к этому подходить профессионально, да. То есть должна быть сначала идея, затем концепция, затем ее реализация. И вот мы, когда создавали нашу первую коллекцию с Балжианом Сагиевым, мы посвятили нашу первую коллекцию 95-летию со дня рождения Розы Баглановой. То есть мы полгода рисовали принты, которые печатали из этих принтов, то есть из этого шелка, из этого там низа шерсти, вот разных фактур, мы шили коллекцию. И мы ее потом презентовали на Mercedes-Benz Fashion Week. Ты оцениваешь свою работу? Мне нравится. Свою первую коллекцию, как она продалась? Вообще какие показатели, ну как бы, хорошего дизайнера, хорошего дела, какие показатели, это же продажи, да, прежде всего? Ты знаешь, что я поняла, что сейчас, сейчас на рынке просто бешеная конкуренция, да. То есть нам нужно конкурировать не только там с известными брендами, да, нам нужно конкурировать с Zara, нам нужно конкурировать с турецким масс-маркетом, там, с китайским. То есть рынок одежды, он переполнен. У нас не так много людей, чтобы вот одеть всю эту одежду, да. Тем более сейчас идет тренд на осознанное потребление, то есть человек не покупает, там, 500 маек, он покупает одну качественную, со смыслом, там, желательно из пластика, да, там. То есть сейчас какой-то вот другой тренд. То есть казахстанские дизайнеры, которых сейчас тоже очень много, конкурируют даже не между собой. Они конкурируют со всеми. Еще и плюсом со всеми мира. Со всеми, да. Что касается моих коллекций, я предпочитаю делать один концепт, который будет продаваться в течение года. Первая коллекция Росбаглан, вторая коллекция Байконур. Мы полетели в Париж, я смотрела на свою коллекцию, думала, зачем мы вообще это придумали? У нас космические костюмы, знаешь, эти кардиганы с ракетой. Я думаю, по-моему, это вообще не для Парижа. Но идея была рассказать, то есть во Франции я задавала вопрос, что я скажу, да, то есть французам, о чем она? И когда я сама ходила в этом кардигане на бэкстейдже, у меня спросили, а что это у вас вообще за ракета? Я говорю, вы знаете Гагарина? Я говорю, знаю. Я говорю, вы знаете, откуда он полетел в космос? Откуда? С Байконура. А Байконур – это Казахстан. Сейчас, правда, в аренде, но вообще это как бы территория Казахстана. То есть это наша земля, и Байконур находится в Казахстане. А что было неправильным для Парижа в твоей коллекции? Мне казалось, что, знаешь, иногда, вот самое главное, знаешь, когда ты создаешь коллекцию, не опережать время. Когда ты сильно опережаешь время, то есть опережаешь какие-то тренды, то есть, допустим, аудитория до нее не доросла, и она у тебя состоит. Слушай, ну, Лагерфельд сказал, что дизайнер – это тот человек, который должен предвидеть будущее. То есть наша профессия – будущее. Предвидеть, но сейчас новая концепция. See now, buy now, да, то есть ты увидел, захотел, купил, понимаешь? Вот сейчас даже в мировом календаре фэшн, да, то есть не проводят вот так вот, допустим, сегодня показали, там, через полгода купишь. То есть показали, и ты можешь на следующий день в шоу-руме приобрести эту одежду. Это раньше вот эта концепция. Сейчас люди хотят сразу. И ты должен вот захотели – сразу купили. И вот Байконур мы сделали, наверное, где-то, ну, мне потребовалось, наверное, где-то полгода. Мы как раз доработали наш кардиган. И вот на сегодняшний день мы продали и связали две тысячи кардиганов. Две тысячи. То есть мы их вяжем до сих пор. Понимаешь, это было в восемнадцатом году, сейчас девятнадцатый год уже, двадцатый скоро наступит. И мы их вяжем и вяжем. То есть это было неправильно для Парижа, но абсолютно правильно для Казахстана. Да. И в Париже вот эти кардиганы, которые я повезла, они тоже были там же и проданы. Потому что я объяснила, то есть должен быть стори-теллинг, да? Сейчас очень важно объяснять, для чего эта одежда. То есть ты сейчас сидишь в моем вязаном костюме. Да. Пока я сижу в твоем вязаном костюме, чтобы не устать сидеть, пойдем дальше. Давай. Да, бери свой кофе. Здесь хорошее качество. Здесь восемьдесят пять процентов хлопка, здесь десять процентов шелка и пять процентов эластана, чтобы не вытягивались коленки. Что здесь от динары, что от дизайнера, что здесь? Здесь, во-первых, три полосочки, во-первых, ты видишь стрелки. Вот как, вот ты его рисовала, этот костюм? Я его придумывала, да, вместе с дизайнерами. А как ты объяснила, хочу спортивный костюм? Я сказала, что я хочу зауженные брючки. То есть я люблю, чтобы был силуэт, да? И здесь, то есть обычные спортивные костюмы, вот как на моем мужском костюме, это прямые брюки. Здесь они заужены, это первое. Во-вторых, мне нравятся вязаные вещи, потому что в них комфортнее, да, чем просто, например, футер. Мне нравится, что мы здесь смогли сделать такую сеточку, то есть костюм дышит, да? А, вот сеточку я вижу. Да, сеточку. То есть ты чувствуешь, что он дышит. Вот при рассмотрении все простое, оказывается, непросто. Непросто. Плюс вот это вот очень сложно вывязывается, да, то есть это стрелочки. Можно было бы сделать без стрелочек, но без стрелочек и сразу скучно. Вся проблема спортивных костюмов, вязаных особенно, это висячие, пардон, коленки. Здесь не будут вытягиваться. То есть посидел и все, и весь вид. Поэтому нужно добавлять эластан для того, чтобы коленки не вытягивались. Плюс резиночка, которая показывает, да, нашу самую тонкую часть у каждой женщины. И мы добавили цвет, а почему цвет? Чтобы было, опять-таки, не скучно. Ну и, конечно же, я везде указала, что это казахстанский бренд Динара Саджан. Вот это, кстати, бомбер из нашей коллекции Розы Баглановой. Это то, что я до сих пор продолжаю, у тебя есть в сером цвете. То есть это принт Роза Тажибаевна. Ее, оказывается, любимые цветы были пионы и розы. То есть мы сделали принт, он хорошего качества. Это хлопок стопроцентный. Это мужской костюм. Давай я тебе здесь вот еще этот капюшон. Его носят многие мужчины наши известные. Им реально нравится этот костюм. Во-первых, здесь очень классный лекалок. Какой-то прям крошечный мужчина должен быть здесь. Ну, это эско. Этот костюм, который на тебе, ты тоже будешь носить с удовольствием, особенно в перелетах. И у меня таких три костюма. И я, прежде чем что-то продавать, я испытываю на себе, да. Мне очень важно, то есть я вот эту ленту, знаешь, в кипятке кипятила, потому что я переживала, что я ее в огромном количестве, ну, то есть я шью в огромном количестве эти спортивные костюмы. И если завтра вот эти все костюмы начнут ко мне возвращаться из-за того, что поплыла там, поплыла надпись, да, после стирки. Представляешь, это же огромные расходы. Я не могла рисковать. И поэтому мне пришлось эту ленту просто кипятить в кипятке, чтобы понимать... Если он в машинку, просто в машинку, любая стирка, любой режим, с ним ничего не происходит. 90 градусов. Хоть 150 градусов. Когда ты выходишь на рынок, да, в фэшн-индустрии, ты должен еще быть всегда интересна. Вот в этом году на Казахстан Fashion Week я представила коллаборацию с грузинским дизайнером Тико Ниберидзе. И мы долго думали, что же мы сделаем совместно. Я сказала, Тико, у нас должна быть идея. Давай посвятим коллекцию казахским тюльпанам. Потому что не все, к сожалению, даже в Казахстане знают, что тюльпаны, родина тюльпанов – это Казахстан. Но благодаря нашей коллекции теперь об этом знают все. Этот жилет, он всего в одном экземпляре. И это все хендмейт. Это все вышивается, режется все вручную. Здесь очень хороший велюр. Видишь, чувствуешь? Даже не велюр, это королевский бархат. Ну, вот такой вот жилет, его ведь еще уметь надо надеть. Ну, его нужно, да. Но это дизайнерские вещи. Да. Особенно советую всем нашим зрителям покупать подиумные коллекции. Когда дизайнер готовится к показу, он старается сделать что-то вау-вау-вау. Я поэтому сама у казахстанских дизайнеров стараюсь покупать все после показов. Потому что это всегда вау. Вот этот жилет, он у нас с подиумной коллекцией. Шикарный? Шикарный. Всего можно и с платьем, и с джинсами. Здесь, видишь, есть и талия. И все это вручную. В этом году я сделала вот такие классные фуражки, потому что это мировой тренд. И эти картузы придумали еще в Украине, наверное, несколько столетий назад. И мы просто их сделали на одной алматинской фабрике. И мне очень нравится. И фасон. И вот здесь, например, настоящая ткань Шанель. Ты можешь рассказывать дальше. Мы идем к макборду. Посмотрим, познакомим наших зрителей, чем ты вдохновляешься. Ты вдохновляешься одна или со своими дизайнерами? Как это происходит? Вот недавно смотрела историю Лагерфельда, и он сказал, что все его коллекции ему снятся. То есть вот он лег, и я говорю, у меня нет какой-то задумки, сейчас я засну, и мне приснится моя коллекция. И я, говорит, свои коллекции вижу во сне. До деталей, до фактуры, до аксессуаров и так далее. Потом я просто, говорит, то, что мне приснилось, я выкладываю это на лист бумаги. Я, честно говоря, завидую людям, которым снятся коллекции или, может быть, картины, в основном это художники, во сне. Потому что я у многих художников брала интервью, они говорят, я говорю, спрашиваю, как вот зародилась идея. Мне приснилось. Я все-таки журналист, и больше получаю или черпаю вдохновение из информации. Мне кажется, что для того, чтобы молодые дизайнеры или кто хочет быть дизайнером, делало что-то очень такое хайповое, и в то же время и качественное, и востребованное, нужно все-таки сначала начинать с идеи, да, то есть идея должна быть. И вот здесь у нас коллекция, вот мы делали коллекцию Розы Багланова, здесь принт, да, вот казахские тюльпаны. Здесь я делала коллекцию, там, таких деловых камзолов. Это наши спортивные вещи. То есть кардиган здесь я делала, пыталась сделать таким. Ну, вот тут, кстати, кардиган не зашел. Это неудачный кардиган. То есть, знаешь, очень важно еще для меня, как для бизнесмена, очень важно, чтобы коллекция зашла. То есть я, конечно, могу ее в свою коллекцию одеть, там, всех селебрити, да, но это не факт, что зайдет. То есть коллекция должна быть действительно ситуативной, то есть она должна подходить. А то что в этом кардигане не так? Вот не знаю, вроде бы мы его так классно связали, он с двумя карманами, такой коротенький. Ну, вот что-то вот, ну, пошел он. Не знаю, почему. Все остальное, как правило, идет. И вот я делала коллекцию для девушек больших размеров. И вот она тоже очень быстро разошлась, потому что коллекцию для больших девушек, к сожалению, у нас в Казахстане никто не делает. Я ее сделала всего один раз, потому что не совсем понимаю, что им необходимо, да. Вот если, вот эта ниша, кстати, абсолютно пуста. И почему я сейчас активно занимаю, да, вот почему я делаю спорт, потому что эта ниша тоже пуста. И нужно изучать, да, прежде чем выходить на рынок, нужно изучать. Не делать еще одно, там, 535-е платье, похожее, там, на Иду Калминову, да. А нужно делать что-то свое и посмотреть, изучить рынок, чего на рынке нет. На рынке нет спортивных костюмов, да? Да, на рынке нет спортивных костюмов, поэтому я буду вязать спортивные костюмы. Мы идем дальше, к столику нашему, знаменитому, где ты, Динара, должна будешь творить своими собственными руками. Динара, ты это в первый раз в жизни делаешь, или ты действительно занимаешься? Я это делаю очень редко, но мне нравится вышивать. То есть я... Мне нравится вообще, знаешь, сам процесс, мне кажется, что когда, вот, говорят же там, здесь ручная работа. Вот ручной труд, он всегда ценится, потому что, мне кажется, когда человек вручную что-то делает, это всегда... Ты чувствуешь энергетику. Вот для того, чтобы наши свитшоты продавались быстрее, иногда я вот так вот расшиваю. Вот здесь вот нужно, понимаешь, красиво расшить розу, для того, чтобы она заиграла. А что тебе нравится вообще, понравилось? Ты очень много записала программ. Какие дизайнеры тебя удивили, вдохновили, что тебе понравилось? Кстати, Динара, это мой был тебе вопрос. Да? Вообще, это вопрос всем я задаю. Назови тройку дизайнеров, ну, работы которых тебе нравится, которые ты признаешь, и, ну, что-то берешь для себя, пример ставишь и так далее. Давай сразу берем Айду Калменову. Я не могу ее убрать, потому что каждый месяц я что-то заказываю у Аиды. Это правда, и это факт. Мне нравится Наиль Байкучуков, потому что Наиль всегда шьет платье, там встроенный корсет, там есть грудь, там есть талия, там есть бедра. И из казахстанских дизайнеров мне нравится Казах Репаблик, потому что сейчас, на сегодняшний день, это футболки по 5 тысяч тенге, просто хорошего качества. Это безобразие, я сейчас сама начинаю жевать. Просто хорошие. Давай попробую. Давай попробую. Вот смотри, вот сюда. Вот сюда нужно что-нибудь красивое. Я же внучка своей бабушки. Да? Она у тебя была швеей, да? Да, она мне кажется, красненькая. Всю жизнь работала в ателье. Ну, в общем, мы долго можем вышивать. Задача вышить всю розочку, чтобы она заиграла. То есть тогда получается эффект 3D, то есть розочка как будто бы живая. Ну, мы можем сделать еще одну, как бы, линию белого жемчука, а потом положить еще красного. Ну, и понятно, что это будет хендмейн, это будет необычно, розочка ваша заиграет. И вы реально это можете сделать дома, абсолютно бесплатно. И сказать, что да, это мое дизайнерское решение, это я сделала, почему нет? Да, кстати, можно купить любой свитшот, любого бренда, приобрести бисер и абсолютно спокойно решить это. Все в советское время наши мамы так и делали. Да. Ну, что уж говорить с нашей мамой, Боян так делала. Все, мы закончили. Подожди, подожди. А, все? Нет, я буду примерно показать, потому что мы будем это... Ну, почему ручная работа это дорого? Потому что это долго, потому что это кропотливо. Видите, мы пришили всего там 10 стразинок, 10 гусинок, мы, ну, на это ушло 10 минут. Представляете, сколько уйдет на всю работу. Представляете, когда платье полностью расшито там бисером или, не знаю, там стразами сваровскими, да, камнями сваровскими. То есть это занимает очень много времени. Вот можно было бы, кстати, черным жемчугом вышить вот этот ДС, например, логотип. Представляешь, тоже было бы как классно. И вот так вот мы и создаем. Я прихожу на свое производство, в нашу лабораторию, я называю ее лабораторией, потому что мы там все время что-то придумываем. И мы сидим и думаем, давайте вот так сделаем, давайте вот так, а давайте вот так. Динар, сейчас мы... То, что уже я примеряла, все-таки, наверное, модели будут смотреться по-другому. Потому что, ну, практически все дизайнеры видят свою одежду на профессиональных моделях. На высоких, стройных. И там все по-другому. Давай сейчас посмотрим наглядно, и ты можешь с любовью описать еще раз свое творение. Сейчас на модели мы видим платье из моей бизнес-коллекции и жилет из нашей коллаборации с грузинским дизайнером Тикони Беридзе. Платье вроде бы простое, но здесь очень правильные лекалы, потому что я эти платья сама люблю, ношу. То есть я люблю бизнес-коллекцию. Мне кажется, обязательно должна быть высокая талия, тогда удлиняются сразу ноги. Плюс мы закрываем плечи немного, да, для того, чтобы можно было это платье носить с костюмом, с жилетом, там сверху, может быть, какую-то, ну там, не знаю, кофточку накинуть. И мне кажется, что вот это платье, оно нужно всем девушкам, кто работает. Вы можете снять жилетку и просто показать платье? Обрати внимание, выточки. Здесь достаточно сложный крой. Да, здесь сложный крой, здесь очень хорошие выточки. То есть если ты заметила, то швы у нас, они внутренние, да, то есть они, то есть их можно увидеть, да, все эти швы. И мне кажется, что здесь очень интересный крой. Я просто сама ношу, вот все, что я ношу, я потом на себе понимаю, да, то есть мы там сшили платье, продаем его там за 45 тысяч в тенге. Я его ношу, и я знаю, сколько стоит ткань, да, сколько стоит пошив этого платья. Я думаю, блин, ну это платье вообще можно было бы дороже продавать, потому что оно мне само и нравится. И вот платье, например, Ролан Мюре стоит 500 тысяч в тенге, да. Такое платье стоит 45 тысяч в тенге. Я вот ношу его и понимаю, что оно, ну ничем не хуже Ролан Мюре. И ткань здесь тоже хорошая. Точно не хуже? Не хуже. Повернитесь. Вот, пожалуйста. Это платье опять из бизнес-коллекции. Оно похожее, да, из этой же коллекции, такие же лекала. Здесь пиджак, жакет, тоже из нашей бизнес-коллекции. Здесь ориентируешься только на столичного, да, потребителя. Нет, абсолютно. Потому что в Казахстане, ой, в Казахстане, говорю, в Алма-Ате, допустим, ну не так популярна бизнес-коллекция. Все любят более такую. Вот, знаешь, я все-таки ориентируюсь на себя. Вот то, чего я не могу найти в других магазинах, ни в Астане, ни в Алма-Ате, да, или там за рубежом. Конечно, можно найти там платье из бизнес-коллекции, опять, нашего известного Ролана Мюре или Виктории Бэхом, но они дорого стоят, да. Вот, например, на мне сейчас костюм вот прям новинка совершенно, да, то есть у нас там, может быть, две недели назад начали шить эти костюмы. И мне очень нравится. Вот ты продемонстрируешь, я посмотрю на него. Давай. То есть мне нравится, мне нравится бизнес-стиль, но при этом, чтобы он был женственным. Поэтому здесь, мне кажется, есть все. Мне кажется, этот костюм отражает мой характер. То есть я вроде такая бизнес, но при этом... С рюшечками. Но при этом со мной можно пошутить. Сейчас у нас традиционная рубрика «Сфотографируйся с боям на память». Спасибо, Динара, за интересную беседу. Жду не дождусь, когда мы все-таки сейчас пойдем в какой-нибудь ресторанчик и пообедаем. Или поужинаем уже, да? А потом ты полетишь в свой Нурсултан творить дальше. Но вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, чтобы вы следили за модой и ни в коем случае не изменяли своему стилю. Носите мейтинг Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова